Во время перемен я из ваших уст слышал мат. И что я по этому поводу хотел сказать? Значит, ну то, что материться нехорошо, все знают, так ведь? По-другому мат называется как? Сквернословие. То вам нужно знать, если вы дальше собираетесь материться. Или слушать мат. Потому что сам человек не матерится, а вокруг него кто-то это делает. И ему позволяют это делать. Вы слышали, была чернобыльская авария. Что там произошло, помните? Атомная станция взорвалась. И в радиусе 30 километров из зоны вот этой вот вывезли всех. Вывезли всех жителей. Из-за чего? Из-за радиации. Что такое радиация, знаете? Итак, радиация, людей вывезли. Но туда завезли ликвидаторов, тех, кто занимался ликвидацией. И туда заехали мародеры. Кто такие мародеры, знаете? Мародеры это люди, которые, пользуясь чужим горем, выносят их вещи. Среди мародеров были цыгане. Цыгане заезжали вот эти оставленные села, города, заходили в квартиры, а тех, кого вывезли из зоны пораженной, их вывозили только с документами. Можно было брать документы и все. То есть больше ничего брать нельзя, все заражено. И вот цыгане заходили, забирали телевизоры, ковры, сматывали, все это укладывали в машины. Ликвидаторы им говорили, ребят, вы что делаете, вы больные что ли? Я говорю, а что? Здесь радиация, ничего из этого брать нельзя, вы умрете. Они говорят, какая радиация, вы что нам чешете? Я ничего не чувствую, все нормально. Они грузили машины вещами, драгоценными, вывозили, не веря ликвидаторам. Через несколько лет цыгане начали умирать. Они поняли, что это радиация, но было уже поздно. Так вот, сквернословие, это точно такая же энергия, как радиация, даже хуже. Она еще незаметнее, чем радиация, но она разрушает, и ее сила, подлость заключается в том, что это незаметно сразу. И самое интересное, что когда человек сквернословит, то слова, которые он произносит, они обозначают обычно что? Половые органы. Так вот, именно эти органы у человека, который произносит эти слова, и у человека, который слышит эти слова, разрушаются сильнее всего. Поэтому, если вы не хотите таких разрушений, я предлагаю вам не быть необразованными цыганами, а принять эту информацию к сведению и отказаться от сквернословия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!